всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут светлана и здесь мы обсуждаем парфюмерию сегодня непривычный ракурс и я сегодня подумала что хочу с вами поделиться моим новым приобретением этим шкафом я очень всегда себе хотела шкаф для парфюмерии это все еще опасное мероприятие потому что с моими детьми это опасно и я уже начала расставлять парфюмы я еще жду некоторые подставки чтобы можно было подставить парфюмы в несколько рядов также я думаю добавить освещение чтобы было красиво но вот пока работа в прогрессе так сказать хотела поделиться с вами это радостью и вот такой у меня теперь фон я подумала что это достаточно приятный и главное уютный мне конечно не белый шкаф как у многих блогеров но он у меня будет свой с таким стран со старомодным флером и так сегодня тема этого видео будет посвящена илангу это самый летний самый яркий самый солнечный цветок который только можно представить он присутствует почти во всех летних парфюмах и конечно же он очень очень хорошо чувствуется в парфюмах из старой школы где представлена энциклопедия ингредиентов в каждом парфюме и некоторые парфюмы можно даже узнать по определенному звучанию иланга очень приятная нота для меня это солнце это радость такие очень позитивные ароматы которые тебе дарят улыбку и позитивное настроение с илангом я познакомилась достаточно давно 18 лет я услышала что арома масла иланга может уравновесить чувства эмоции и может способствует успокоению у меня появился такой флакончик с арома маслом и ланга и я его себе наносил на запястье и носила терпковатый сложный но несмотря на это он меня влёк себе мне он всегда нравился и поэтому ноту иланга я способна вычленять хорошо и сегодня в этих парфюмах о которых сегодня пойдет речь ноты иланга достаточно произносимо она не является одним из ингредиентов где-то на подпевках я выбрала именно те ароматы где иланг хорошо слышно мы пообсуждаем также сочетание иланга то есть иланг с чем он может сочетаться хорошо иланг идет с ванилью это классическое всем известное распространенное сочетание иланг хорошо сочетается с мимозой иланг хорошо звучит с ирисом давайте разберемся эти парфюмы давайте начинать подборка большая поэтому пожалуйста налейте себе что-нибудь вкусное то что вы любите и давайте начинать и начать я хотела с самой горячей новинки этого года но одно из самых это точно это санкист годы сотки ли у меня от левант давно уже хотел с ним поговорить и вы знаете путешествие меня постоянно останавливали ну и это очень красивый летний аромат все начинается с нероли со свежести пергамота с нероли и дальше иланг выходит вместе с тиаре такой здесь дуэт очень кремовый тиаре здесь не давитое да и тиаре может ядовить тиаре достаточно дерзкий цветок очень громогласный может заглушить все тем более здесь насколько понимаю используется именно масло которое называется мной который кстати используется в кокаине от франко бакле и здесь тиаре с илангом очень все красиво и тактично как умеет делать кельянов в стиле парижского шика очень красиво очень красиво элегантно мягко базе здесь кокос с ванилью тоже придает мягкости такой женственности здесь также есть двояковое дерево и ламдану прозрачный мягкий телесный очень женственные такой элегантный в стиле кельян конечно же он соблазняющий соблазнительный с очень приятным шлейфом не громогласным но в то же время чтобы вы его слышали и мог бы его слышать ваш ближайший близко находящийся человек очень приятно у меня только приятное ощущение от этого аромата я не согласна что это ненужная новинка что много таких его сравнивают с улейблау last for sun от juliet solaris его сравнивают но я не соглашусь мне кажется он не такой уж и вторичный мне кажется так красиво обыграть тиаре достаточно сложно мы поговорим еще о сочетании тиаре и иланга такая новинка от кельян мне кажется если у вас нет летнего аромата то это прекрасная возможность поносить кельян красивая новинка что сказать еще одна новинка который я уже говорила тоже новинка двадцать четвертого года бора-бора от jardini di toscano и здесь тоже сочетание тиаре с элангом жасмином здесь есть еще немного фруктовости здесь абрикос на старте здесь также есть кокос ваниль он немного пудрится немного более кремовый чем санкист год с она вот тоже цветочность и кремовость телесно здесь прослеживается очень приятный аромат не громогласный опять же тиаре здесь очень красиво представлена он здесь не наглый цветок не заглушающий своим соло всех весь хор здесь еще есть карамель он послаще уже да и мускус в отличие от санкис годы да там мускус и нет тот прозрачнее вот поэтому это по кремовее по мускус не такой дымкой будет на вас сидеть очень симпатичный аромат я его только начинаю носить и планирую взять с собой в отпуск еще один аромат о котором я сказать не могу и которого у меня не могло не быть это и ланг и ланг но и зиби они у многие уже говорят ну потому что лучше на рынке мало что найти здесь и ланг на всех уровнях пирамиды здесь и ланг на старте здесь и ланг в сердце и здесь и ланг базе и а на старте здесь вы смешиваются с кардамоном и цитрусами здесь грэпфрут и лимон в сердце добавляются цветы жасмин цветок апельсина роза и в базе опять же ваниль лабдан кедр ветивер и все это очень красиво прозрачно и вот и ланг здесь действительно солирует он высвечен подсвечен именно его цветочная часть он здесь не такой кремовый он здесь именно цветочный я ни разу не видела и ланг в своей жизни поэтому чувствую рассказываю то что чувствую то что представляю но здесь он не такой крем он немного кремит потом то есть со временем на коже он становится более кремовым становится таким молочно кремовым хотя вот ничего кроме и ланга ну вот и ланг вместе с ванилью до смешиваться очень красивый цветочно кремовый и ланг это номер один мне кажется аромат для тех кто хочет именно соли флор и ланга соли флора и ланга мало мне кажется ну вот один из них мне кажется очень достойный ну я поставлю на первое место среди всех и лангов следующий аромат требует встряски и вы поняли наверное что это такое это и ланг и голд у меня классическая версия это и дипи я знаю что есть нектары и лимитки у меня классическая версия купила давно сразу скажу на мне стойкость не очень хорошая поэтому я его ношу исключительно летом и исключительно где-то после душа либо перед пляжем ну то есть тогда когда я его долго не слышу ну что здесь конечно опять ваниль и ланг и здесь такое ощущение что вот есть ощущение газированного напитка сладкого газированного напитка искрящегося но по ощущению как с шампанское да но не по вкусу сладкое вот это сладкое игристое не могу сказать вино потому что здесь больше именно как будто газировка она здесь очень много здесь очень много фруктов так и указано фруктовые ноты здесь есть персик лечит анжирин шалфей розмарин артемизия то здесь есть что-то и от фужера и герань и горький апельсин в сердце здесь есть и ланг сандалом да вот поэтому такой кремовый смешивается с ванилью кокосом сердце здесь также есть и мята я их совершенно не слышу магнолия роза и ландыш и базе мускус сам хом ну вот видите я не могу сказать что я слышу все это множество нот особенно я не могу сказать что я слышу именно фужерные ноты вот интересно я слышу фруктовую сладость вот от этого идет напиток потом на коже он действительно становится таким кремовым потому что здесь базе как я сказала кокос мускусом плюс ваниль и ланг это все-таки кремовые дают эти ноты дают такую кремовость приятную телесность ну вот мяту шалфей не слышу не знаю пожалуйста напишите слышите ли вы но сладость вот от фруктов слышу такой вот аромат он конечно хит когда мы говорим об и ланге мы всегда говорим и лангин голд от микалев одно из лучших мне кажется парфюмерных произведений с ноты и ланга очень милый аромат жизнерадостной жизнеутверждающим вам дарит улыбку его приятно наносить на тело особенно перед пляжем потому что там есть золотые частицы до которые необходимо взбалтывать хотя не рекомендуется взбалтывать парфюм очень приятно основная оставлять мелкодисперсные золотые частицы и это очень красиво конечно смотрится на сгоревшей коже ну можно его только посоветовать на отдых чудесный аромат правда чудесно единственное он не стойкий пожалуйста пишите как у вас со стойкостью но нам не совершенно не стойкий на одежде тоже не не особо стойки окно дальше идет тяжелая артиллерия герлен и так герлен андром делал в таком виде в коробке купила вместе с туберозой еще не успела поделиться так выглядит кирпичик новый да и я им еще не особо пользовалась но пользовалась и ланг здесь более маслянистый стартой здесь все соли и бергамота и дальше ну вот слышно сразу я слышу сразу маслянистый такой глубокий и ланг который здесь еще добавлена гвоздика специя вот в эту маслянистый мед и жасмин дальше базе здесь пачули ирис и ваниль а вы знаете вот мед сам гвоздикой мне кажется они дают вот эту глубину и лангу они вот часть вот этого маслянистого и ланга это глубокий и ланг маслянистый такой как я люблю это для тех кто любит именно соло и ланга кому нравится вот это его маслянистый этот его цветочный оттенок глубокий ну он мне очень здесь нравится не могу сказать что он для не могу сказать что он возрастной но я не вижу его на молодых девушках мне кажется вот в нем такая глубина которая вот уже для повзрослее девушек пожалуйста пишите если вы не согласны но очень красивый я очень довольна этой покупкой тоже одна из жемчужин моей коллекции если уж меня называть коллекционером они мелким собирателем то это одна из жемчужин моей коллекции не могу не поделиться с вами ароматом от ксержов который называется увертюр или увертюра да как в опере скорее всего отсылка идет именно к опере потому что в этой серии есть и опера парфюм опера и вот теперь увертюра уже хочу либо начало до открытия есть место для интерпретации и мне он начинается он очень-очень солнечный все начинается с фигового листа вот италия вот сразу италия фиговый лист и дальше фиговый лист смешивается с магнолий и апельсином и вы знаете сразу мне вспоминается рим когда я туда приезжала там цвели магнолий росли апельсины прямо на улице ну что же еще может быть в итальянском парфюме конечно там обязан быть фиговый лист со всех их статуи древнеримских мандарин точнее апельсин сочнейший этот апельсин выросший под жарким итальянским солнцем и это красивейшие магнолия но у логично вполне и дальше открывается иланг здесь нет такой маслянистой глубины он здесь сладко цветочный он здесь цветочный вместе с корицей а здесь также и жасмин и роза розу не особо слышу и в базе здесь сандал с ванилью опять же амбра кашмирановое дерево и благовония но это такой солнечный красочный яркий сочный аромат ну это просто аромат хорошего настроения чуть-чуть что-то мне напоминает от sunshine амуаж я об этом уже говорил когда я распаковывала вы помните мне было распаковка я распаковывал одновременно две увертюры одну вертюру от амуаж и одну вертюра от ксержок вот так я купила по названию и вот да действительно ездит что-то от амуаж sunshine солнечная нота вот это какая-то яркость сочность это аромат хорошего настроения вот это солнечности тоже есть это кремовость потому что есть сандал с ванилью и илангом и это все красиво дает вот крем тоже телесность есть он такой летний такой чувственный яркий солнечный сочный но это хорошее настроение мне он очень нравится это очень солнечный красивый аромат я уже говорила про хамелеон от зоологиста это один из немногих ароматов от зоологиста который можно носить каждый день он совершенно не отличается никакой никакими животными нотами анималистикой и так далее так я изрядно поносила поэтому он не особо чист вот так вот он переливается такой вот мистер хамелеон и здесь каких нот только нет это тропический такой фруктово цветочный аромат здесь есть опять иланг очень цветочный здесь он маслянисто цветочный есть вот какая-то горечь даже но может быть это горечь мне кажется найдет это ланга может быть не совсем здесь также есть и карамбала манго и лист фиалки лимон бергамот с красным перцем это только старт здесь также есть франжи пани с кокосом с морскими нотами солью и ноты кожи которые наша кожа не нота кожи он горьковато маслянистый так очень солнечный очень натуралистично растительный тропический конечно это тропический аромат его хочется носить мне он очень нравится я разговаривал с ними с вами в комментариях слышал что он вам тоже нравится вот если вам нравится иланг здесь его очень хорошо слышно и он здесь очень красивый он здесь красивый вот в своей такой естественно бурной маслянистости здесь он никак не сдержан парфюмерными правилами вот ему дали быть самим собой здесь он растет на своей территории это его дом дайте ему пахнуть как он хочет и вот вот эта терпковатость горьковато зеленоватость мне очень нравится это не делает его слишком парфюмерно скучным если можно так выразиться ну люблю я его что говорить не знаю повезу ли я его или си хорс сложный выбор предстоит перед поездкой а поездку уже на следующей неделе еще один пляжный аромат конечно же реплика beach walk меня привлек этот аромат давно уже он вообще был создан 2012 году парфюмер жак кавалье и мне он понравился я его честно говоря заказывал вслепую мне очень понравилась идея что парфюмеры расписывают свои впечатления которые повлияли на создание аромата мне это очень симпатично и вот что здесь воспроизводится прогулка в калли 1972 году а что описывает сам аромат именно описание его поцелованное солнце соленая кожа видимо после моря но мне очень понравился аромат и я очень обрадовалась когда его попробовала нравится начинается все с цитруса здесь бергамот с красным перцем и лимоном и в сердце здесь и ланг с гелиотропом и кокосом и в базе здесь мускус бензоин и кедр бензоин дает немного ванильную сладость и что здесь его характеризует как цветочный гурманский аромат вот видимо за счет смешения нот кокоса с бензоином который дает некоторую ванильность до бензоин это смола ну вот он очень приятный безумно он так красиво раскрывается на коже и так вы хочется на себе чувствовать чувствуется почему-то предзакатное солнце потому что яркий роман предзакатное солнце вот где-то в зависимости от широты где вы находитесь если говорим о тех островах островах и странах которые находятся близко к экватору там конечно закат очень быстро наступают часов 6 уже закат до 6 37 начинается закат ну вот где-то вот это время и вот чувствуется такая загоревшая кожа солью после моря очень красивый приятный женственный но здесь столько такие слова приходят нам немного как будто ностальгии по знаете по отдыху может быть потому что у меня такие воспоминания из какая-то ностальгия по отдыху по шуму моря может быть потому что это сам аромат это воспоминание может быть поэтому но мне он очень симпатичен и мне очень нравится реплика у меня два фаворита вот бич вог и матча матча мне нравится не хотя не совсем не нравится стойкость вот пожалуйста напишите у кого все хорошо со стойкостью потому что ароматы мне нравится а вот стойкость нет вот такой аромат так еще один аромат с илангом это перли ра голд от пануш мое открытие парфюмерное смотрите как элегантно смотрятся эти флаконы они не особо дорогие и вы знаете я бы порекомендовала воспользоваться моментом потому что среди их линейки есть но не копия но очень похожий аромат на делину и зная пануш у них очень качественные ингредиенты и качественная сборка сам дом заслуживает только уважения очень творческий у них есть такая линейка матер либо где-то на полная свобода парфюмером что редко бывает потому что обычно у парфюмеров очень строгие технические задания и вот этот аромат он ну вот по настроению если я могу так сравнить простите меня если я не права но по настроению этой мы ингул здесь тоже ваниль с илангом здесь тоже какая-то газировочность есть такая сладость и хотя здесь амбра уже базе он мягкий телесный безусловно летний кремовый здесь все открывается с красного перца и цветка кактуса вы помните я вам показывала цветки кактуса в каких-то видео в конце видео я их показывала дальше ваниль с илангом и гидеон и тем самым цветком инисио и дальше мускус здесь есть замша амбра и благовония очень мягкий кремовый приятный женственный аромат на лето вот если вам нравится иллинг гол вам понравится вот такая кремовая сторона иланга он здесь очень кремовый и того здесь ваниль с илангом опять же это сочетание видите она очень распространено потому что как-то они взаимодополняют друг друга ну очень красивый аромат могу только его рекомендовать этого что приятная цена достаточно то только я только за очень хотелось бы почаще его носите мне кажется это прекрасный подарок смотрите как он красиво смотрится в качестве подарка он выглядит мне кажется как чемодан в отпуск дорогая собирать чемодан поехали в отпуск мне кажется он именно так еще один любимчик это гуччи блум а про фунди фьори я о нем забыла когда говорила туберозе но сейчас я не не забуду то есть тоже очень красивое сочетание этих солнечных но здесь опять солнечные ноты здесь есть опять тубероза и жасмин и иланг и здесь есть квискалис индийский не знаю что это такое жасмин тубероза здесь мускус и бензоин опять древесные ноты и корень ириса тоже такой цветочный и тоже вот как будто бы вот это солнце смешивается с ароматом цветов такие достаточно плотные цветы не совсем прозрачный аромат тоже как будто предзакатное солнце и корень ириса с мускусом да вот дает такую кремовость и ланг тоже может давать кремовость вообще корень ириса я люблю мне кажется это очень он очень красиво дополняет ароматы мне вообще не все нравятся гучи блум это один из немногих который мне понравился вот он очень хорошо звучит ничем не уступает нишевым ароматом очень хорошо красиво звучит тубероза здесь не орет она здесь воспитанная ну вот тубероза с илангом слышно и конечно же сми вся эта троица играет и переливается очень красивый солнечный тоже яркий аромат так ну и от люкса не будем отходить есть у меня еще и правда интенс правда фан да достаточно популярный аромат мне больше всего понравился интенс за тропические цветы это аромат 2017 года совершенно потрясающе ничем не уступает нишевым ароматом сразу могу сказать и здесь все самое цветочное яркое солнечное счастье здесь и ланг с франжепани здесь также есть и тубероза здесь также есть и жасмин и цветок апельсина и в базе здесь опять ваниль с пачули и ирис и ветер очень красивый цветочный аромат прозрачный ну нет не совсем прозрачные цветы достаточно плотные произносимые но не надоедливые здесь не никакой приторной базы неприятный не звучит как некоторые могут звучать в этом в люксовых ароматах вообще у прада хороший аромат могу сказать нравится нет аромат он очень красивый женственный на кубле сидит близко к коже он такой становится кремовым интимным и что мне нравится что очень много этих тропических цветов и это делает его похожим на лосьон для загара то есть это хорошо может дополнить ваш лосьон для загара перед походом на пляж или потом вы выходите из моря надеваете свой сарафан идете на коктейль мне кажется круто мне очень нравится этот аромат не знаю крышка вот такой вот аромат правда мне еще нравится как здесь все отделано хорошо хороший аромат недавно я познакомилась благодаря вам благодаря подписчице марине скейку мечей ирис фиолетовый ирис и весь пух и что здесь примечательно здесь конечно есть ирис но здесь также есть иланг и какой же это красивое сочетание ирис с илангом вот они дуэт они поют дуэт здесь также добавляется корень ириса который дает вот эту кремовость почули дубовый мох не роли цитрусы и ветивер это очень красивый женственный аромат я работаю над ирисом я думаю ну что такое у меня с ирисом просила советовать мне ароматы с ирисом я думаю скоро я буду готова к подборке с ирисом но очень нравится это сочетание ирис и корень ириса и иланг очень комплементарные и несмотря на то что здесь в описании смотрите идет землистый но для меня это просто радость это какая-то такая пудра солнечная пудра за счет того что здесь иланг солнечную пудру вот вы на себя наносите чувственно пудрово женственно наверное не для молодых девчонок да но это очень красиво женственной на очень женственным красивый аромат я очень довольна покупал вслепую рекомендации хотелось землистого ириса а мне достался светлый солнечный золотистый ирис с илангом вот так есть еще аромат веспер гриб веспер глиц от ex nihilo я не уговорила весенних подборках потому что здесь что иланг и мимоза имел иланг мимоза есть еще в одном парфюме о котором я поговорю очень классный аромат тоже солнечный безумно он простой он красивый солнечный как будто золотая пыльца на вас пускается очень женственный и беззаботный здесь все открывается с не роли мандарина розового перца в сердце здесь мимоза с илангом это желтый такое красивое солнечное сердце и жасмин прибавляется и базе здесь конечно и ваниль и бабу тонко кедр и мускус очень прозрачный очень женственный здесь более молодая энергия то есть я считаю что для всех для девчонок всех возрастов он очень по весеннему легкий ну его можно носить в любое время конечно очень красивый аромат для меня это солнышко я не уже говорила что мне очень нравится его почему-то сравнивают смотрите его сравнивают с либо ну вот не знаю и не могу сказать что я согласна но напишите пожалуйста вы думаете что похоже на либо если вы знакомы с тем ароматом но простой и в то же время такой красивый и вот солнечный так что еще одно сочетание которое мы сейчас обсудим это и ланг и мимоза а мы будем с вами обсуждать жива герде муа держите меня ну видимо так переводится и здесь как раз тоже сочетание мимоза с и лангом он здесь более сложный но тоже солнечный и здесь мимоза здесь больше слышно чем без прогреть здесь больше мимоза но здесь также еще и лилию слышно гордыния да здесь есть жасмин и и ланг а все открывается с ботвы томата сальдегидов с кориандра такой сложный до сложный букет сложная композиция есть и черный перец и цикламин а в базе ваниль с ваниль ваниль с малиной мускус теракс дубовый мох и берге виргинский кедр ну вот больше всего я слышу такую кремовую мимозу видимо кремовость идет все таки от иланга вот и и мимоза очень хорошо здесь слышится даже вот она больше кремовая нежели пульс нежели пыльцовая такой вот цветочный очень цветочный очень весенний я не уже говорила опять же весенние выборки когда говорил про мимозу но раз уж мы затронули мимозу с илангом нельзя не затронуть его такой интересный но в сердце здесь конечно мимоза и иланг это то что слышно ну и там дальше добавляются оттенки всяческих белых цветов лилию можно услышать ну и все это под со специями до альдегиды не могу сказать что слышу ваниль до достаточно прозрачная база очень приятный для тех кто любит мимозу мимозу мимоза здесь слышно так ну что еще есть это не голубой флакон у меня такой малышок здесь иланг с сиренью опять весенний такой весенне-летний он очень такой пудровомускусные я бы сказала здесь начинается все с перца и плюща в сердце здесь иланг с сиренью плюс ландыш возможно ландыш тоже дает вот такую пудровость и в базе ваниль с мускусом и сандалом вот есть такая кремово-пудровый кремово-пудровый характер приятный иногда надоедает честно говоря потому что сирень такая достаточно настойчивая но то она может монотонить может надо есть вот иланг с сандаун и ванилью все это делают как-то так кремово мягко приятно особым шлейфом не обладает этот аромат насколько понимаю больше телесный телесно-кремовый и мускус здесь совершенно нет души вот такое еще интересное сочетание иланга с сиренью хотела с вами тоже поговорить рожа 51 многие они узнают конечно же здесь очень большой букет цветов все начинается с бергамота 1 нота на старте но в сердце энциклопедия цветов и звезда шоу для меня как ни странно выступает иланг здесь гордыния малина тубероза жасмин роза цветок апельсина и ландыш дальше в базе ваниль кашмировое дерево сандал бензин лист фиалки корень ириса корица анис почули и пряность гвоздики вы все знаете эти безумные пирамиды от рожа но что здесь интересно здесь тоже можно услышать сочетание достаточно привычное нам иланга с ванилью и дальше все смягчается и сандалом молочностью такой сандала вместе с корнем ириса и вот все это дает какую-то кремовость женственность такой аромат лист фиалки здесь хорошо слышно дает для меня лист фиалки дает всегда объемность звучание какой-то 3d 5d получается ну и всяческие добавки виде туберозы жасмина цветка апельсина безумно летний приятный женственный аромат мне кажется если вы пойдете в ресторан после пляжа это тот аромат который надо смело на себя наносить и не жалеть я так буду поступать потому что действительно здесь только цветов и все это так женственно кремово очень красиво это летний мне кажется аромат зимой я его не представляю на мороз хочется ему дать вот этого морского бриза вечернего такого тяжелого воздуха соленого со всеми ароматами от всех растений с влажностью очень красивый аромат для красивых нас так ну на этом у меня все большое спасибо за ваше внимание пожалуйста пишите знаете ли вы эти ароматы любите ли вы ароматы салангом носите ли вы их какие бы еще ароматы вы сюда могли бы добавить какие ароматы салангом ваши любимые и пожалуйста если вам понравилось видео поставьте мне лайк подписывайтесь на канал давайте будем на связи подписывайтесь мой телеграм-канал мы всегда там обсуждаем свежие новости свежие новинки и как наши дела собственно говоря всегда там остаемся на связи поддерживаем друг друга и делимся насущными делами ну на этом все до скорых встреч а